спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от место вашей работы в петербурге проходит 11 фестиваль единоборств имени знаменитого ленинградского самбиста владимира александровича соловьева главный организатор турнира сын спортсмена антон соловьев депутат законодательного собрания санкт-петербурга мастер спорта по карате и по джиу джицу на наши вопросы об организации турнира он ответил в предыдущем выпуске а мы собираем под одной крышей две тысячи единоборцев причем детей это немаловажно почему потому что сейчас как раз то время когда единоборцами нужно заниматься за годы проведения турнир здорово вырос все начиналось нескольких сотен участников а теперь на арене около двух тысяч юных спортсменов нескольких стилей организаторы отдают предпочтение боевым единоборства в программе самбо дзюдо бокс джиу-джитсу и несколько видов карате впервые за все время турнир разнесен на целых три дня он проходит 23 по 25 сентября два дня обычные соревновательные а третий точнее первый стартовый был полностью отдан мастер-классом чемпионы мира и европы опытные тренеры и звездные борцы поработали с юными спортсменами например мастер-класс по каратэке кусинкай провел лечи курбанов живая легенда российских единоборств и один из немногих иностранцев кто сумел стать чемпионом японии в абсолютной категории знаменит своим молниеносным ударом с вертушки и подобно федору юмиряненко умудрялся бить оппонентов полтора раза тяжелее себя говорят во время боев японии даже местная аудитория болела за него больше чем за своих любимцев обилие мастер-классов не случайно основная идея турнира преемственность поколений молодым спортсменам показывают примеры того чему нужно стремиться и не только победителям как говорят наставники поражение это лишь повод взглянуть на свои ошибки и начать тренироваться больше соревновательная часть турнира очень яркое зрелище на одной арене располагаются ковры для разных стилей и боксерский ринг множество пар мальчишек и девчонок бьется одновременно а родственники на трибуне переживают сразу за всех общей сложности на арене расположилась 13 зон для различных видов поединков при этом для каждого татами была организована отдельная камера и соответственно отдельная прямая трансляция не нужно было страдать как во время олимпиад когда даже лучшие операторы мира не могут заснять все сразу и трансляции постоянно скачут от одного турнира к другому фестиваль так разросся что скромные трибуны легкоатлетического манежа уже не хватает для всех желающих посмотреть тем более что вход свободный в будущем можно выходить на близлежащую сибур арену где постоянно проходят различные бойцовские соревнования зрители фестиваля могут сравнить разные стили единоборств и выбрать то что по душе их ребенку эффектное зрелищное джиу-джитсу или хитроумное дзюдо практичное самбо или утонченное карате проще всего сравнить увидев своими глазами впрочем мастера высшего класса обычно владеют несколькими стилями и за свою долгую карьеру успевают заняться практически всем что их интересует многие до сих пор считают что единоборство это экзотическое увлечение не для всех а на самом деле одно только дзюдо занимает второе место в мире по числу занимающихся людей на первом месте футбол если же добавить бокс всю систему мма и прочее то любители бойцовских искусств одна из самых многочисленных субкультур мира и уж точно одна из самых активных на таких турнирах как фестиваль соловьева молодые единоборцы укрепляют характер и учатся работать над ошибками это самые полезные качества не только в спорте но и в жизни в целом и 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